Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Галина, я представляю учебный клубинат «Истерийца». У нас курсы проходят по обучению взрослого населения различным видам уходили. Наша организация 5 марта исполняется 75 лет. Мы старейшие образовательные учреждения учебное. Отлично. Вы были на выставке «Формулы рукоделия», сейчас вы на выставке «Ладья», мы сейчас на выставке «Ладья». И я бы хотела у вас спросить о истории вашего комбината. Я вижу здесь на стенде много информации предоставлено. Можете рассказать что-то, да? Ну, наш комбинат существует с первого года, и он изначально был открыт как именно учебный комбинат. Ну, точнее, сначала он был учебно-производственный, не закрывался ни на один день. И даже в период Великой Отечественной войны мы работали, шили одежду на фронте. Потом, естественно, были тяжелые времена, в которых комбинат выживал, по-другому не скажешь, потому что было действительно очень сложно и с педагогами, и с тем, чтобы найти место. Кочевал по Москве, то есть был и на Таганке. На сегодняшний день мы находимся, в Москве также остались, но находимся метро Орехова, или Томодедовская, Ореховый бульвар, дом 7, корпус 1. В принципе, система не поменялась. Мы также, как и раньше, учим взрослые искрения различным видам и родителям. На сегодняшний день более 60 программ у нас представлено по обучению, и плюс более сотни мастер-классов. А готовые изделия у вас можно приобрести? Ну, на самом деле, не могу сказать, что у нас очень много продается. Это скорее наши учащиеся, которые закончили, и они уже делают на реализацию свой товар, предоставляют. Иногда на выставке у нас можно приобрести что-то из изделий учащихся на реализацию. А сейчас можно что-то приобрести? Можете показать? Сейчас можно приобрести юбку, можно приобрести копту, где-то мы привязаны. Уникальная техника, наша педагог, ее работа, она уже очень давно тоже у нас работает. И мы единственная организация, которая преподает данную технику с разрешением самого автора. Она живет в Петербурге, и наша педагога ездила сюда на обучение, и получала разрешение на преподавание данного вида рукоделия в Москве. А можно немножко о тех видах рукоделия, которые мы выучите в Накомбинате? У нас основной вид рукоделия – это кройка и шитье, самый, наверное, востребованный на сегодняшний день. Также у нас есть вязание, есть ручной, есть машинная, вышивка машинная, вышивка ручная, вышивка в свободной ходовой технике на обычной бытовой машине, вышивка на специальных машинах, на сегодняшний день их достаточно тоже много, было, валяния различные виды, скрабукинг, декупаж, домашний текстиль, работа с кожей всевозможная. Сейчас также у нас скорняжное мастерство разрабатываем, и, в принципе, уже начали. Но основной, как я уже сказала, это швейные все-таки. Так, вышивка, опять-таки, это и вышивка лентной, вот у нас даже представленная, это как раз работа наших учащихся. Также у нас есть курс по бисероплетению, и уникальный своего рода курс, это цветы из бисера, экспозиция представлена. Наш педагог на сегодняшний день уже выпустила 4 книги, сейчас работает над 4 книгой. Такой большой вариант, вы предлагаете огромное количество. А по поводу вот этого вида, да, машинной вышивки, расскажите, пожалуйста, что это такое, что вы предлагаете конкретно, если это вы делаете. Ну, вообще, мы учим именно навыкам и даем технике. Дальше, как уже учащиеся применяют данные, полученные знания, это мы уже, конечно, это все зависит от фантазии. То есть, ну, данная машина, сейчас мы вышиваем логотип нашей организации в данный момент. Программы здесь, вот, больше именно программы. Переводится рисунок специально, именно, непосредственно для данной машины. И вот, уже дальше только меняем нитки. Ну, и смотрим, естественно, так как у каждой машины есть какие-то плюсы-минусы, вот, данная машина немножко, вот, она периодически рвет нить. Так что надо просто отслеживать и вовремя нажать на кнопку стоп, чтобы нить обратно вставить. То есть, вы предлагаете, рекомендаете учиться именно вот этим программам, да? Ну, и эти программы тоже. Скажем так, рассказываем, как правильно перевести программу, то есть, у нас рассказывают, на какие-то машины. Но, естественно, все познать невозможно, поэтому не все машины, швейно-вышевальные, вышивальные мы еще знаем. Работаем над этим очень много. А это конкретно какая машина, что за программа? Это швейно-вышевальная машина, потому что, если убрать вот эту вот часть, то она уже идет, как обычная швейная бытовая машина. К сожалению, вот, какая именно программа? Хорошо, спасибо. Вы так много очень рассказали. А по поводу истории, вот эти вещи могу снять, да, и рассказать, что это изделие вашего комбината? Они представлены, это фотографии как раз-таки учащихся нашего комбината, которые сохранились на сегодняшний день. Естественно, мы их уже немножечко подредактировали, сканировали, печатали. Также есть свидетельства, так как все наши учащиеся по окончанию любого просьбы получают свидетельство установленного образца, оно здесь представлено свидетельство. Это, например, 43-го года свидетельство. Это настоящий оригинал. Вот у нас есть свидетельство, уже это постарше, 52-го года. Но, тем не менее, у нас такие вот сохранились. Это у нас такой вот спонат. Здесь представлено белье, это действительно, которое шилось в комбинате. Шилось оно, наверное, где-то в 50-е годы. То есть можно посмотреть, как шили тогда. В общем-то, на сегодняшний день ничего не изменилось, качество тоже само осталось. Естественно, уже работа немножко потеряли свой, наверное, внешний вид какой-то, ну, потому что с годами в ней ничто не вечно. Все равно прекрасно стоять. Да, это работа на как ремешка. Тоже вышивка ручная. И скатер тоже так же, это не представлено. Здесь уже старинная вещь. Ручная, да, работа? Да, это все ручная. Ну, спасибо вам большое за интервью. Пожалуйста. Я желаю представления вашему комбинату. Спасибо. 75 лет, это большая дата. Я вас поздравляю и желаю представления. Спасибо. Всего вам хорошего. Спасибо. Мы всех тоже ждем к нам в гости. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.